Внешнеторговая палата продолжает вебинаров в условиях ЧП. И сегодня у нас спикер Веговская Ирина, бизнес-тренер, бизнес-консультант Алматинского университета менеджмента. Я вначале хотел бы рассказать о правилах введения, правилах поведения в вебинаре. Пожалуйста, быть всем корректными, просьба. Второе, если вопросы будут возникать, пожалуйста, пишите вопросы во вкладке «Вопросы», а не в чате. Почему-то каждый раз предупреждаю, и все равно многие пишут в чате. Это одно. Второе, все получат ссылку, даже те, кто не участвовал. Все, кто зарегистрировался на вебинар, получат ссылку на запись вебинара, конечно, не сразу, а после некоторой обработки вебинара. Если шероховатости будут, то сейчас, например, начало мы обрежем, и это выйдет. Еще я хотел бы также предупредить, что, Ирина, мы же разрешаем скачивание презентации, да? Не вопрос, да, да. Все. Значит, все могут, все, кто участвует онлайн, сейчас могут скачать презентацию заранее, вернее, в процессе вебинара, в процессе проведения вебинара. Для этого надо нажать на листочек, который в правом верхнем углу, там разрешение скачивания установлено. Все у меня уже, поэтому, Ирина, пожалуйста, если вы считаете нужным, немножко о себе и потом дальше о презентации. Тема, я думаю, очень интересная, технология решения проблем в бизнесе, то, что сейчас актуально всем. Пожалуйста, я отключаюсь, но я буду, как бы... Спасибо большое. Хорошо. Ну, коротко, немножечко о себе расскажу. Я, наверное, даже наушники сниму, так лучше будет мешать. Я занимаюсь достаточно давно таким направлением, как ведется, все, что касается разрешения спорных комплектных ситуаций. И три года назад я узнала о интересной методологии, которая называется ТРИС, теория решения изобретательских задач. Может быть, кто-то из вас сталкивался с такой фразой «траблшутер». Что это такое? Траблшутер – это человек, который решает проблемы. Я стала изучать, глубже погружаться в саму технологию ТРИЗа и нашла обучающую программу, прошла ее и поняла, что сейчас нам очень не хватает вот этой методологии и непосредственно в решении именно бизнес некоторых задач. Я готова поделиться. Хочу о чем-то сказать, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Конечно, это будет демо-демо-демо-версия. То есть я скажу только об основных таких направлениях. И уже когда глубже погружалась, я нашла другие методологии. Это тоже, возможно, вы слышали, может быть, читали. Дизайн мышления, крафт, синейстика. Такие страшные, наверное, слова сейчас. Латеральное мышление – это вот все как раз производные непосредственно про ТРИЗ. Так что если у вас будут какие-то вопросы в дальнейшем, я думаю, что есть возможность связаться, как-то в дальнейшем взаимодействовать и так далее, я готова делиться наработками. Плюс последний такой вот момент у нас в виду к кризисам создана группа, созданы несколько чатов в поддержке бизнесменов, малого и среднего бизнеса. И самое интересное, что многие как раз инструменты, технологии мы применяли и использовали. Вот могу привести такой пример, кейс, когда нас закрыли в карантине, пишет в чат один бизнесмен, пишет, говорит, я занимаюсь цветами, у меня на 7 миллионов срезанных цветов. Я не знаю, что сейчас делать, я не знаю, как их продавать, как их забывать. И вот с помощью вот этих технологий мы искали варианты, как хотя бы какую-то часть инвестиций, которые он инвестировал непосредственно. Вот эти срезанные цветы, они же не в горшках, они срезанные, их нужно сразу продать. И мы нашли, в общем-то, нестандартное решение. Одно из первых решений, которые я предложила, в принципе, есть еще такие похоронные бюро, давайте, может быть, с ними контактировать, стали контактировать. Не слышно? Я сейчас максимально громко сделала, и мы стали как раз думать, что с этим делать, и мы нашли несколько вариаций. То есть мы созвонились с похоронными бюро, мы созвонились с магазинами, и какую-то все-таки часть цветов удалось продать, и хотя бы какую-то часть денег человеку вернуть. Поэтому технологии, скорее всего, я сейчас про которые буду говорить, для вас будут, ну, абсолютно, возможно, новыми, для кого-то уже сталкивались знакомыми. И я постараюсь, как по возможности, там, при ограничении нашего времени, все-таки в них поглубже погрузиться. Ну, и у меня к вам такой простой вопрос. А зачем вы здесь сегодня? Что сегодня вы хотели бы для себя вынести не просто полезного, а именно практичного? Вот когда вы увидели, наверное, название этого вебинара, у вас явно появился либо интерес, либо что-то, какие-то другие мотивы посетить этот вебинар. И мне очень важно, чтобы та информация, которую я давала, она была не просто полезной, а именно практичной. И сейчас я хотела бы вас так немножко погрузить в вопрос, который звучит, а как я смогу в дальнейшем вот эти методологии, вот эти технологии использовать для себя, для своего бизнеса, для своей работы, для своей организации? То есть, как подойти к вопросу решения или без... Вот сейчас просто подумайте, да, то есть, что я могу взять для себя здесь полезного и практичного, и где можно применить? Зачем я это сейчас делаю? Аргументирую. Мне очень важно такое семечко посадить, и если вот этот вопрос у вас уже стоит, понятно, что вы периодически будете во время вебинара к нему возвращаться, и, возможно, будете про то, что я рассказываю, да, применять уже непосредственно к своей работе, к своей деятельности. Так что сейчас просто задайте себе вопрос, если хотите, можете просто записать его, да, что хочу взять полезного и практичного, и где я смогу применить. Пока что это вот на уровне вопроса. Двигаемся дальше, уважаемые коллеги. Скажите, пожалуйста, а вообще, как вы думаете, нужна ли креативность вам в целом в вашей работе? Как бы вы на него сейчас ответили? Нужна ли вам креативность? Да. Угу. Нужна. Нужна, да. Конечно. Вот вопросу, станет ли цифровизация жизненно необходима в будущем, это хороший вопрос. При этом, вы знаете, я сейчас рассуждаю с некоторыми людьми, которые вот проводят вебинары, да, то есть, будет ли в дальнейшем вебинары как часть нашего обучения. И я сейчас четко понимаю, что все равно нужно миксовать и вебинарную позицию, да, в обучении, там, в процессах, плюс ко всему еще и жизненно, знаете, как, у нас сейчас не хватает, у нас дефицит личного общения, когда мы можем друг друга как-то там приобнять, как-то взаимодействовать, это у нас сейчас дефицит. И я поняла, что обучающие программы оффлайн, они имеют место в жизни. Угу. Жизнь показывает, что без креатива никуда. Согласна я с таким нюансом. И про что хочу сказать? Почему именно сейчас наиболее актуально быть креативным? Ну, я не знаю, участвовали в вебинаре, у нас был вебинар такой про укра-реальность. Я немножко хочу сюда сделать шаг назад. Действительно, мы все живем, как оказывается, достаточно давно живем в вуко-реальности. То есть ученые поисследовали буквально там лет 7-5 назад и сказали, ребята, мы все находимся в вуко-реальности. То есть что это такое? То есть у нас каждый день очень много нестабильности, очень много каких-то непонятных сложностей или понятных сложностей, неоднозначностей и неопределенностей. Я думаю, что сейчас вот в вуко-реальности в условиях карантина, она особо остро звучит. То есть практически каждый день мы решаем огромное количество задач, которые могут поступать, даже мы этого не осознаем. Я хочу сказать, что, уважаемые коллеги, вы все уже Юлий Цезарь. Вот Юлий Цезарь – это человек, который решал несколько задач одновременно. Я хочу сказать, что вы все уже сейчас являетесь Юлией Цезарь. Может быть, даже лучше по компетенциям. Почему? Потому что задачи появляются все неопределеннее, неопределеннее. Ну, например, если вы распустили своих сотрудников на удаленное управление, они находятся в онлайн-режиме. Я замечаю тот момент, что нужно решать какие-то ситуации предконфликта или конфликта уже с удаленными командами, когда люди в онлайн-режиме. И я стала, опять же, изучать этот вопрос, поняла, что специалистов-то у нас таких нету, потому что просто не было прецедентов. И здесь нужно уже как бы эту нестабильность переводить в стабильность. Но можете взять вот этот слайд, поизучать более глубоко. Если хотите, я потом вам пришлю ссылочку. Мы люди изобретательные, про креативность, если говорить. То, естественно, на любой ВУКО-вызов мы находим тут же ВУКО-ответ. И если погружаться немножечко глубже, была проведена такая, опять же, аналитическая работа, какие компетенции, какие навыки нужны для людей, которые находятся сейчас в 2020 году. И самое интересное, что креативность по исследованиям оказалась на третьем месте. Ее можно развивать, ее нужно развивать. Более того, сейчас мы говорим про то, что внедряет именно теорию решения изобретательских задач не просто для взрослых людей, а для деток. Для чего? Для того, чтобы их тоже уже учить быть креативными. Самое интересное, что треть нацелен на что? На логику и системное мышление, что очень важно. Следующий момент – на результат. Почему? Потому что очень часто мы начинаем терять фокус и фокус в результате нашей работы. Я предполагаю, у каждого из вас сейчас, кроме текущих моментов в разрешении ситуации, в задачах и так далее, могут появляться какие-то дополнительные задачи, которые требуют здесь и сейчас, и неотлагательно вашего присутствия, разрешения и чего-то еще. Я, наверное, не ошибаюсь, если да, пожалуйста, напишите. Потому что лично я с этим каждый день уже начинаю сталкиваться, что вот все вроде на один запланировал, и тут появляются какие-то форс-мажорные обстоятельства. И вот как раз триз помогает нам в этой ситуации. Следующий момент, как ни парадоксально звучит, но это грамотно фантазировать. В тризи есть даже целый инструмент, который называется навыки фантазирования. Как фантазировать так, чтобы не просто на уровне фантазии, а переводить непосредственно в практические действия. Ну и самое главное, это вот вычленять главные моменты и раскрепощенность. И у меня к вам следующий вопрос. Считаете ли вы себя творческим человеком? Считаете ли вы себя творческим человеком? Можно вот написать «да». Бывает. Угу. Нет. Нет. Ну, можете так вот сказать. Может быть, сейчас даже администратор нам разрешит что-то сказать, подключить ваш звук. И, может быть, вы поделитесь, а вообще творческие люди – это какие? Вот как вы себе представляете, что вы творческий человек? Ирина, я никого звуковой не буду подключать, потому что очень много уже в сети. И представьте, если каждый будет спроситься, пусть в чат пишут, в чат вопросы, во вкладку «вопросы». Спасибо, я поняла, спасибо, ага, будем зависать, ага. Умеет фантазировать, это обычный дизайнер и так далее. Угу. Развито левое полушарие. Ну, от слова «творить». Ну, вы уже творцы, то есть, получается, вы уже творческие люди. Иди, не работают по шаблону, нестандартные, нестандартные решения. Угу. Может быть, фразы, два-три слова сказать, а основное, на ваш взгляд, критерий, который отличает творческих людей от нетворческих людей. Те, у кого развито дизайн мышления, мы про это немножко говорим, про дизайн мышления, обязательно расскажу. Надеюсь, времени хватит. Боязнь. Работают не по шаблону. Креативные. Гениально. Можно уже, знаете, так вот, награждать особо активных звездочками, пряниками. Дисциплина хромает у творческих. Создавать новое. Стратегии, тактики. Алкоголь. Ну, может быть. Может быть. Угу. Я хочу, опять же, рассказать об одном исследовании. То есть, проводилось исследование и задавался вопрос, чем отличаются творческие люди, команды, от нетворческих. И действительно, был огромный пул ответов. Некоторые говорили, там, творческие люди, там, ходят в дредах, в каких-то сережках нестандартных, там, как-то особо одеваются, и так далее. Но самое интересное, как оказалось, главное отличие творческих людей от нетворческих, это творческие люди, они знают и осознают, что они творческие. И они для себя решили, что они творческие. Так что, уважаемые коллеги, вот с этой минуты, если вы решаете, что вы творческий человек, то вы являетесь творческим человеком. Уверенность. Ну, неустойчиво психологически, не знаю про это, да, то есть основное отличие это творческие верят в то, что они творческие, нетворческие верят, не верят в то, что они творческие. Все очень просто. Если говорить про основные такие направления, которые связаны с креативными методами, с решениями, это вот четыре основных, скажем, методологии, крафт, этот слайд у вас останется, крафт, триз, дизайн мышления и латеральное мышление. То есть основные четыре направления. Ну, сейчас еще есть и развивается такое направление, как синектика, я его не включила. Почему? Потому что я его сейчас изучаю, в меньшей степени могу как эксперт про это говорить. Но очень люблю непосредственно триз, это моя большая любовь. Именно триз помогает действительно практически, я не знаю, ни одной сферы, где бы триз не работал. Неважно, это механизмы, это какие-то системы, либо это переговорный процесс, решение в переговорном процессе, либо это комплектные ситуации, либо это бизнес-задачи. То есть здесь абсолютно нет никакой, как скажем, ограниченности. Очень люблю дизайн мышления, в каком плане, и мне кажется, великолепно дизайн мышления упаковывает продукт-услугу. Особенно если вы работаете вот в этих направлениях, то дизайн мышления, на мой взгляд, идеально упаковывает. Где можно пройти обучение триз, у нас в Казахстане пока что нет. У меня была идея весной привезти специалиста по тризу, это родоначальником триза был Генрих Атшулер, но к великому сожалению, он сейчас уже умер, уже старенький, естественно, был. Есть его ученики, и была договоренность привезти специалиста по тризу из Америки, но он русскоговорящий, выходец наш, но, видите, к сожалению, это все откладывается. Но мы планируем сделать такую вводную обучающую программу тоже онлайн, с оффлайн-сопровождением для людей, которые в этом заинтересованы, то есть какую-то базу хотя бы дать. Я думаю, что потом можно будет обсудить непосредственно с организаторами тоже, для того, чтобы эти инструменты позиционировать и так далее. Очень люблю, возвращаясь в дизайн мышления, он прекрасно помогает упаковывать продукт. Латеральное мышление растягивает мышление. Вы знаете, коллеги, мы все иногда живем с такой инерцией мышления, работаем, действуем с точки зрения наших сложившихся стереотипов, которые нам мешают иногда растянуть мозг. И вот, честно говоря, вот задачку, которую я хотела бы, и задание, которое я хотела сегодня вам дать, это поисследовать свою инерцию мышления, то есть немножечко поработать с инерцией мышления. Надеюсь, тоже будет какая-то обратная связь. Я там буду в зоне доступа в сети. Я думаю, что мы обратную связь соберем, и обязательно рекомендации тоже по этому поводу дадим. Инерцию мышления проработаем чуть-чуть обязательно. Итак, что же такое ТРИСК? Как правило, у нас появляется сейчас огромное количество задач. Специально нашла вот эту вот картинку, прям в серию, может быть, вы знаете, не знаете анекдот, есть такой анекдот, когда стоит человек на распутье, на камне, есть три надписи. Первая надпись, пойдешь направо, по шее получишь, извиняюсь, да, пойдешь прямо, по шее получишь, пойдешь налево, по шее получишь. Вот он стоишь, ты такой размышляешь, куда же пойти, и тут глаз такой сверху говорит, долго будешь думать, по шее получишь прям... То есть что мы делаем? Мы создаем условия для решения создавшейся проблемы. Замечательно. Возвращаюсь. То есть алгоритм решения изобретательских проблем связан с чем? Это главная формулировка, как мы формулируем саму задачу. И здесь нужно сделать анализ, да, иногда создать условия для ее устранения. Например, смотрите, если в организации огромное количество конфликтов каких-то, и эти конфликты повторяются, я всегда говорю про то, что это замечательный диагностический момент, мы можем понимать, где есть проблема для того, чтобы ее устранить. Если, например, у нас ситуация с доставкой, либо у нас ситуация с платежами и так далее, вот здесь нужно как раз опираться на то, в чем нам проще решить. Либо сделать какой-нибудь вброс и создать новый, так скажем, проект, новую дорожку, или все-таки создать условия для разрешения вот этих вот проблемных ситуаций. Я хотела обратить внимание, да, и говорила про инерцию мышления. Слышно меня, да, уважаемые коллеги? Алло. Слышно, замечательно. Знаете ли вы вот такую ситуацию, что космические корабли американские имеют диаметр 14-55 футов? И слышали вы такой момент, что долго исследовали, почему именно вот такую, да, знаем, Виктор Поднебесный, расскажите, буквально, стандарт из Древнего Рима. Почему стандарт именно из Древнего Рима? Дороги. А почему именно дороги? Ширина дорог. Слышали про эту байку? Замечательно, да. Есть замечательная байка, можете почитать детально про то, что на самом деле дороги, не просто дороги, а две лошадины, извиняюсь, попы, которые впрягали в повозку. Да, не совсем верно, да. Но есть подобная ситуация про квадратную сковородку, то есть, когда мама приходит к дочери и говорит, слушай, вы до сих пор жарите квадратные блинчики? И спрашивают, почему именно квадратные блинчики? Когда они стали тоже рассматривать глубже, 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 как-то когда-то про бра-бабушка, у нее была одна единственная сковородка квадратная, и на ней жарили только квадратные блинчики, да, про печь. Есть такой момент, есть. И вот очень часто у нас появляется инерция мышления, которая мешает нам двигаться дальше. Вот вам такое домашнее задание, попробуйте подслеживать, какая у вас есть инертное мышление, да, то есть, это что может быть? Мы двигаемся на работу одним и тем же путем. Каждый день мы на завтрак, например, едим только яичницу. Попробуйте что-нибудь поменять вот с сегодняшнего дня, даже вот в таком банальном, привычном, в своем размере, на ритме жизни, да, что-нибудь поменять. Например, если вы ездите на работу, то как-то по другому маршруту, каждый день выбирать какой-то другой маршрут. Опять же, если говорить про инерцию мышления, наверное, тоже слышали эту байку, но я ее очень сильно люблю, про космическую ручку. Слышали? Поставьте, пожалуйста, значок, слышали ли или нет, что американские тоже космонавты полетели в космос. Нет, полетели в космос. Абсолютно верно, да, им нужно было писать, они развернули целый проект, миллион, да, долларов на этот проект потратили, приезжают в Советский Союз, на что там советские космонавты говорят, вам писать или разработать нужно было ручку. Это, видите, как бы, опять же, про инерцию мышления, как мы фокусируемся. Вот здесь вот, что мне нравится в этих байках, да, про то, что очень часто мы уходим в процесс, а не фокусируемся на конкретном результате. Ну, и опять же, следующий нюанс про нестандартное мышление, про инерцию мышления, наверное, тоже слышали байку замечательную, которую я тоже очень сильно люблю, про кроссовки компании Adidas. Что один кроссовок выпускают в одной стране, а другой кроссовок, правый кроссовок в одной стране, левый кроссовок в другой стране. Слышали ли вы эту метафору, байку? Нет. Виктор Поднебесный такой? Да, слышали, да, то есть в компании была большая проблема, которая звучала следующим образом, огромное количество готового товара, готовых кроссовок просто-напросто разворовывается на складе и такое количество, что компания терпит огромные убытки. Соответственно, совет директоров собрался, начал искать решение этой задачки, и один из членов совета директоров сказали, давайте выпускать один кроссовок, например, где-нибудь в Китае, а второй где-нибудь во Вьетнаме. Первая реакция на такое предложение была, боже мой, это совершенно сумасшедшая идея, она не жизнеспособна, но к ней вернулись. То есть, по сути, нестандартное мышление, которое привело к замечательным результатам. Ну, если говорить опять же про нестандартное мышление, то есть, опять же, маленький нюанс, все заметили, что дырочки у нашего тюбика зубной пасты стали больше. Тоже вроде бы нестандартное, с другой стороны стандартное мышление. Когда увидели, что падают продажи зубной пасты, то есть, думали-думали, как сделать их больше и сделали просто-напросто дырочку. В нашем тюбике намного больше, мы не всегда контролируем, как выдавливаем зубную пасту. Это увеличили продажи. То есть, на самом деле, все элементарно, простое иногда находится под рукой. Пожарное ведро. Гульмира, пожарное ведро это про что? Потом можно будет коротко написать эту ситуацию, продумать и так далее. То есть, треугольное пожарное ведро, да, тоже нестандартное мышление для того, чтобы их не воровали. Вот я хотела бы вам задать такую задачку. Да, огромная просьба, уважаемые коллеги. Эта задачка на растягивание мышления. Возможно, кто-то с ней уже сталкивалась. Единственный нюанс, огромная просьба, ее не расширивать ответы. Хорошо? Эту задачку 12 лет назад я обучалась в Гарвардской школе ведения переговорного процесса и вот 12 лет назад я здесь авторство внизу слайда упомянула, что это не моя задачка, а автор вот этот человек является, да. То есть, попробуем сейчас немножко растянуть, снять энергию мышления и кто не знает эту задачку, поучаствует, да. То есть, ситуация следующая. Рано утром покупатель заходит в обувной магазин, выбирает пару обуви, которому нравится, которая подходит, цена 60 долларов. Он отдает продавцу. Он же владелец магазина, здесь я в скобочках указала, он же магазин, купюру 100 долларов. У продавца нет сдачи, он бежит в соседний магазин, соседний ресторан, меняет сходу в 100 долларов, но позже приходит ресторатор и говорит, вау, ты мне дал фальшивую 100 долларов купюру. Верни мне мои денежки обратно. Вопрос, сколько наличных потерял обувной магазин, не принимая во внимание стоимость проданной обуви? Ответы можно сюда писать в чат. Смотрите, мы предполагаем, обувной магазин это продавец, это 140, 140, ага, еще вариации, 40, 160, замечательно, 100, 100, 200, ага, спасибо, 200, мы сейчас проводим аукцион, кто больше, 240, о, у нас есть 240, ага, обращаю ваше внимание, да, какой огромный полет, угу, спасибо, спасибо, да, продолжаю отписать, коллеги, ну, я так понимаю, уже все написали свои варианты ответов, 100, 100, спасибо, ну, что, уважаемые коллеги, да, вот, если бы мы сейчас были в оффлайне, в таком режиме, что называется, живо, я бы вам задала вопрос, который звучит следующим образом, как вы пришли к этой цифре, то есть, я бы попросила вашу логику рассказать, как вы пришли к этой цифре, я себе здесь позаписывала, и у нас получается 240, 200, 160, 140, 140, 140, 0, то есть, да, и стоимость обуви, обращаю ваше внимание, задачка у всех одна и та же, то есть, мы не рассылали вам каждому индивидуально эту задачку, и мы не давали какое-то индивидуальное задание, вот я к чему хочу вас сейчас призвать, уважаемые коллеги, наша логика мышления у каждого абсолютно индивидуальна, мы индивидуально воспринимаем информацию, и у каждого логика решения тоже как бы индивидуальна, кстати, можете эту задачку порешать дома с детьми, я думаю, будет тоже весело, огромная просьба, пожалуйста, не надо сразу убивать детей, и еще огромная просьба, у кого сейчас, кто сейчас будет возможно с детьми решать домашнее задание по математике, если ваш ответ в задачке по математике не стыкуется с решением вашего ребенка, опять же, не надо сразу ребенка там убивать или что-то наказывать, потому что у нас у всех разная логика, так, я понимаю, что эта задачка вызвала особый ажиотаж, да, и у меня такой вопрос, скажите, пожалуйста, я предлагаю ответ на эту задачу, может быть, отдельно написать, сделать обратную связь, и вы пропишите именно вашу логику мышления, и может быть, когда мы с организаторами встретимся, буквально там... то есть... то есть... то есть... есть, есть, появился замечательный, я очень переживаю, что он исчезает. Смотрите, когда покупатель протянул продавцу 100 долларов, продавца нет сдачи, он побежал в соседний ресторан, разменял денежку и сдачу отдал из этих размененных денег, то есть, по сути, он ничего здесь не потерял, 60 долларов положил в кассу, и когда к нему пришел ресторатор, он из кассы достал 60, и уже там из кармана или из наторгованных денег добавил 40. Вопрос звучит следующим образом. Сколько наличных потерял обувной магазин, не принимая во внимание стоимость продана обуви? Коллеги, у меня таких задачек очень-очень много, я их собираю, и в принципе, вот, очень часто тоже задачки деткам даем. Смотрите, если вы хотите немножко потренировать свою инерцию мышления, есть всякие вот такие задачки, их в интернете достаточно много, они как раз направлены на что? На то, чтобы растянуть свое мышление, растянуть инерцию, при этом это не просто логические задачи на мозг, а есть технологии к решению. Да, конечно, конечно, то есть вот здесь вот эти задачки, они очень-очень простые. Ну, я сейчас на время еще поделюсь еще одной интересной инструментом для того, чтобы растягивать мышление. Меня видно, да, коллеги? Напишите плюсик, если меня видно. Плюсик видно, замечательно, да. Я покажу и потом отключу видео, чтобы не зависал интернет. Упражнение, которое я очень сильно люблю, называется палочки для суши. Приготовьте руки свои. Ага, приготовьте руки, ну, я думаю, что запись будет, вы еще потренируетесь, я тоже найду ресурс, у меня где-то есть несколько видеозаписей, как мы это делаем непосредственно. Что нужно сделать? Вот у вас, как бы у нас две палочки для суши, это указательный средний палец, положили палочки на стол и наверх положили один палец. То есть, по сути, у вас получается вот такая интересная композиция. Видео есть, видео, да, есть, видел, да, вот. И теперь, что нужно? Очень быстро менять пальцы. Два пальца и один палец сверху, два пальца, палец сверху, два пальца и делать это с большой, с большой скоростью. Да. То есть, вот это вот упражнение, как ни парадоксально, оно помогает улучшить... все-таки проблемы все разрешима. Коллеги, возвращаюсь, то есть, у вас достаточно в интернете вот таких разных картиночек, я их собираю в достаточном количестве для того, чтобы вот заниматься каждый день и снимать инергию мышления. Двигаемся дальше, да? Следующий слайд. В третий есть такое понятие идеальный конечный результат. То есть, когда система не существует, а функция выполняется. То есть, на самом деле, мы неосознанно, коллеги, все к этому стремимся, к идеальности. И приведу несколько примеров, что такое идеальность. Вот, например, возьмем компанию Яндекс, Драйвер, другие приложения, которые мы используем. То есть, смотрите, у самой компании Яндекс.Такси у них нету как таковых машин, автопарка, у них нету заправок, у них нету парковочных мест, у них нету даже водителей, которые там работники и так далее. Что они сделали? Они просто заключают договора аренды и используют ресурс другой организации для того, чтобы получать максимально выгодный результат. И вот почему я про это хочу детально остановиться и рассказать, то, знаете, коллеги, сейчас, наверное, время нашего карантина, новой реальности говорит про то, что очень важно коллаборироваться, то есть, что такое, находить точки взаимного соприкосновения наших бизнесов и использовать ресурсы друг друга для получения максимально выгодного результата. И Трис про это говорит. Вот, например, кто-то из вас занимается, печет пироги, а кто-то из вас занимается доставкой. Вот эти коллаборации, они сейчас великолепно будут работать для того, чтобы минимально используя ресурсы компании, использовать, да, делать такие совместные проекты, которые получат максимальный конечный результат. И если говорить про идеальность, у нас идеальность во всех моментах жизни присутствуют. Такая интересная картинка, то есть это вот я специально тоже искала и смотрела. Вот помните наши первые мобильные телефоны? Это были огромнейшие механизмы, то есть это и мобильные телефоны, средства для самозащиты, если вы помните такие телефоны. И со временем они что начинали? Они начинали модифицироваться. То есть сейчас в мобильном телефоне есть все. Записная книжка, фотоаппарат, видеокамера, телевидение, можно позвонить, можно посчитать, калькулятор и так далее. То есть скажите, пожалуйста, а вы представляете, какой мобильный телефон может быть, я не знаю, вечерез пять? Как вы себе это представляете? То есть есть ли какое-то видение, как оно? Можно там, если кто представляет, плюсик поставить, как бы выглядел будущий мобильный телефон. Замечательно, да? Вживленный в кожу, тело, татуировка. На нем будут летать, наверное, голограмма. Да. У меня прям, знаете, какая мечта? Я очкарик, и я все думаю, надеюсь, кто-нибудь когда-нибудь изобретет поисковую систему для моих очков. Потому что очкарики меня поймут. Я периодически снимаю очки, куда-то их положу, потом начинаю долго искать, боже, куда я их положила. Было бы здорово, если бы была кнопка поиска. Да, и вот когда мы стремимся к идеальности, все, что у нас находится под рукой, оно периодически начинает принимать разные формы. И смотрите, есть вторая картиночка, это печатная машинка, наверное, уже знаете, что печатные машинки уже найти практически невозможно, они перетекли в наши любимые компьютеры, в наши телефоны мобильные. То есть, по сути, идеальность уже самого механизма нет, но мы им все-таки пользуемся, используя в других парадизмах, то есть, одна система перетекает в другую систему. Это к вопросу про то, как важно нам сейчас коллаборироваться. И вот, так как я тоже часто летаю, нижняя картиночка, это такой интересный чемодан, который сам по себе двигается. Тоже идеальный вариант, кстати, уже, оказывается, изобретены такие чемоданы, идешь, он рядом какится, великолепно работает. То есть, к вопросу про то, что, опять же, даю вам такое небольшое домашнее задание. Первое домашнее задание – это инерция мышления. То есть, вы что делаете? Смотрите и каждый день осознаете свою инерцию мышления, действительно ли она есть и так далее, и в чем она выражается, можете даже писать, завести такой блокнот. И второй момент, да, вот подумайте, домашнее задание вам, а какой идеальный конечный результат для вашей компании, для вашей организации? Вот как бы он выглядел, этот идеальный конечный результат? в чем бы он выражался? Отношения с людьми, отношения с клиентами, отношения с партнерами и так далее. Попробуйте хотя бы небольшую такую картинку и даже в принципе прямо нарисовать. Да, я вот дополнительный слайд вам приготовила, то есть, очень хорошо, если рассмотреть идеальный конечный результат с точки зрения пользователя, покупателя, продавца. Обсудите, пожалуйста, подумайте, дайте тебе время, буквально там минут 10-15, для того, чтобы подумать, как идеально выглядела бы ваша организация с точки зрения пользователя, покупателя, продавца. вот эту картинку я не просто так тоже сюда в этот слайд вставила, потому что мне она очень сильно понравилась, идеальный количественный результат. Вход, въезд, полз, взлет, телепортация в Алмату практически невозможно. И сразу у меня возникло так интересно, кроме вот этих вариантов, какие еще есть варианты для того, чтобы все-таки проникнуть в город Алмату, да, вот, и я сегодня нашла, вернее, не сегодня нашла эту картинку, а вот я не думала над этим есть ли еще какие-то вариации. А что по этому поводу? Плачь! Ну да. Подков, вот, Аннель. Ну что, коллеги, вы уже очень креативные. Мне нравится, как вы генерите моментальные идеи, перерождение. Это практически, да, можно там разные варианты попробовать, обсудить и так далее. Двигаемся дальше. Это карта эмпатии, это уже более детально я хотела бы вам рассказать. Это карта эмпатии, она относится к чему? Она относится как раз к дизайн-мышлению. То есть, исходя из криза, очень много появилось направлений, которые более детализируют, как скажем, возможности упаковки продукта, уже не просто механика, упаковки продукта и услуги для вашей организации. И вот, если говорить про дизайн-мышление, дизайн-мышление замечательный инструмент, который называется карта эмпатии. Кстати, можете тоже попробовать дома, там, взять время и посмотреть на свою организацию с точки зрения клиентов. на самом деле, я провожу такие сессии по дизайн-мышлению, и мы это собираем с командой, которая в организации, вплоть до того, что я рекомендую в команду приглашать для разработки дизайн-мышления, в команду приглашать практически всех сотрудников, начиная от руководящего состава, middle, top, front office и так далее. И очень важно приглашать даже клининг наших любимых уборщиц. Почему? Потому что очень часто эти люди знают больше, чем руководители. У меня была такая интересная ситуация, делюсь кейсом, IT-компания тоже обратилась, говорит, вот у нас какая-то такая непонятная проблема, то есть нарушение коммуникации в организации, ну понимаете, IT-шники это особая категория людей, я очень их люблю, они такие люди и нестандартные и в коммуникации, и во взаимодействиях, ну и как правило они таки в большей степени наверное погружены в себя бывают, да, то есть и обратились к тем, что у нас нарушена коммуникация. Мы стали делать карту эмпатии, создавать как скажем карту конфликта и был такой удивительный случай, оказывается у них в организации до того, как компания выводила многое на аутсорсинг, была замечательная, ну так назовем утрированная тетя Даша, которая мыла в кабинетах полы и она была вот тем цементом, который склеивали коммуникации, то есть вот она приходит в один кабинет, начинает там полы мыть и говорит, о, там Ванечка, чем ты занимаешься, что у тебя сейчас, и Ванечка потихонечку начинает ей рассказывать, и вот, и как правило люди проговариваются, да, каких-то проблемных вещах, она переходит в другой кабинет, тоже там моет полы и говорит, а, там Федечка, а что у тебя и так далее, и между делом, так могут, ты знаешь, Федечка, а вот у Ванечки там проблемы, может, ты ему поможешь, и вот она была вот этим связующим звеном, и тогда я работаю с дизайн-мышлением с картой эмпатии, я рекомендую как бы на сессии практически всех сотрудников организации, да, все слои в организации включать, чем я люблю карты эмпатии, и вот как инструмент рекомендую вам тоже попробовать посидеть, может быть, фокутировать вот этот момент, то есть мы смотрим на своего клиента и буквально собираем следующие моменты, что он сейчас слышит, что вокруг него говорят, говорят авторитетные люди, какие источники информации, какие у него переживания, что же он хочет на самом деле наш клиент, что он видит вокруг нас, вокруг себя и так далее, о чем он говорит, какие его болевые точки, какие выгоды и так далее, вот на основе карты эмпатии, когда мы полностью собрали эту информацию, то есть мы видим, какие боли мы, какие его боли мы можем порешать. Знаете, опять же, возвращаюсь в реальность, такой интересный кейс, тоже рассказывала ребятам, да, тут мне звонит один клиент, говорит, ты знаешь, вообще понять ничего не могу, сейчас звоню в несколько компаний, которые занимаются доставкой, и что же я слышу, я слышу там, ну, мы вот так доставить можем, цена вот такая, типа, не хотите, не обращайтесь, идите, ищите кого-то другого. И я говорю, про что, ребят, ни в коем случае такого делать нельзя. Да, сейчас мы можем там, какой-то там деньги по возможности заработать, но имейте в виду, потерянный клиент, это большая потеря в будущем. То есть здесь, наверное, нужно более гибко как-то подходить к возможностям, почему? Потому что найти нового клиента намного сложнее, чем сохранить того клиента, который у нас есть. И это очень важный момент, почему? Потому что клиент говорит про то, что я сейчас для них не важен и не нужен, и вообще я думаю про то, что в следующий раз я к ним не обращусь. И по поводу вот таких нюансов у меня очень много есть, к великому сожалению, болевых точек, и я много говорю про то, что нужно быть клиент-ориентированным. В клиент-ориентированности три основных момента, да, это не просто как мы упаковали, а как мы еще клиент. Карта эмпатии применяется клиенту или сотруднику. Вы знаете, применяется и клиенту, и сотруднику. Почему? Потому что внутри организации мы иногда бываем клиентами друг к другу. Например, такой нюанс. У нас же есть несколько департаментов или отделов. Например, бухгалтерия и отдел доставки. То есть по сути они клиенты друг к другу. Или маркетинговые отделы, отдел продаж. То есть внутри организации мы тоже являемся клиентами друг к другу. Поэтому здесь нет ограничений. Можно применять как клиенту, так и сотруднику. Вот смотрите, вопрос второй, зачем вы это делаете? Если вы хотите немножечко поменять взаимодействие в вашей организации, почему, собственно, не попробовать карту эмпатии внутри сотрудника? Что слышит, например, о бухгалтерии? Бухгалтерия, да, что они... Обычно это звучит, ой, это бухгалтерия, они вечно там деньги зажимают, они нам не дают, они вечно там что-то в своих бумажках ковыряются и так далее. А что говорит отдел продаж? Отдел продаж говорит про то, что мы здесь самые важные, мы самые нужные, без нас вы вообще деньги не заработаете. Карту эмпатии применяем очно или заочно? Уважаемые коллеги, я, ну, понятно, в связи с, как скажем, карантином, я использую карту эмпатии на на Трелла. Да. То есть можно использовать на любых приложениях. Либо Трелла. Даже в один раз мы делали для ресторанов в Excel. Ну, если, опять же, маленький раз, то есть в идеале я люблю все-таки очные от клиента. Опять же, если говорить про практику, мы один раз карту эмпатии собирали, это был клиент, маркетинговое агентство и следующее, мы приглашали даже студентов из, как скажем, последний курс MBA, вернее, студенты MBA для чего? Для того, чтобы они были такие еще независимые эксперты. Поэтому здесь все зависит от того, какой вопрос вы хотите порешать с помощью карты эмпатии. Попробуйте, посмотрите, но мне кажется, замечательно работает, если вы, как скажем, хотите посмотреть на свою организацию немножечко абстрагировано, немножечко вот, как скажем, выходя за рамки того, чтобы руководителя вот за границей своего видения. Запишите. Запишите. двигаемся дальше. Коллеги, я про что хочу сказать, да, напомнить, что у нас все-таки демо-демо-демо-версия, да, и получается, что я несколько инструментов сконсолидировала и буквально вам верхушечки даю. Алло, слышно ли меня? Слышно, замечательно. Вот я хотела бы с вами чем еще поделиться, как сфокусироваться на вопросе, который вы, если вы захотите поработать с картой эмпати, как вы можете сфокусироваться над той проблематикой, над тем вопросом или с тем нюансом, может быть, даже не проблемой, а развитием для того, чтобы потом проработать с картой эмпати, да, как мы можем помочь кому? Сотруднику, либо клиенту, либо, я не знаю, партнеру, либо вашему, я не знаю, инвестору, в конце концов, в чем, что делать. Потому что здесь вам нужно найти интерес, то есть, по сути, это такой шаблон, с которым вы можете тоже поработать немножечко для фокусировки, для того, чтобы карта эмпати, которая была на предыдущем слайде, она была более, как скажем, качественная, проработанная и так далее. Но обычно я, если, допустим, это в вебинарном режиме, я вообще прошу, чтобы люди прямо сейчас написали, попробовали сейчас написать вот такие фокусировки, и мы поработали немножечко, прямо их разобрали, правильно ли они написаны, правильно ли сформулированы, потому что очень часто сама формулировка имеет большое значение. Так что огромная просьба к вам, да, посмотрите, проформулируйте, если нужно будет там как-то помочь в этом, мы всегда открыты, рады вам помочь в формулировании проблемы. Ну и следующий момент, да, то есть я про что еще хочу сказать, что я думаю, когда вы будете формулировать, вы столкнетесь с таким моментом, как противоречия. давайте с вами определимся, что такое противоречия. Коллеги, слышно ли меня? Слышно, замечательно, ага, ага, а то у меня появляется периодически неустойчивая интернет, и я начинаю жутко переживать по этому поводу. противоречия это разные точки зрения, один вариант, еще, да, что такое противоречия, просто вот истерия, опять же, ваша фантазия, это тоже растяжка мышления, снимаем инерцию мышления, да, да, я понимаю, что, наверное, нужно немножко двигаться быстрее, потому что время еще, да, смотрите, противоречия это противоречивые требования, которые, алло, слышно ли меня? слышно, да, противоречия это противоречивые требования, которые мы предъявляем к одному и тому же объекту, слышно, вот, например, что может быть противоречия? Я приведу, наверное, такой очень простой пример, матрас, матрас должен быть очень мягким, потому что я люблю спать на перине, и следующий момент противоречия, матрас не должен быть мягким, потому что, ну, если это будет перина, то, соответственно, там, это может травмировать мой позвоночник, то есть, если говорить простыми словами, когда мы к чему-то предъявляем противоречивые требования, то есть, объект должен быть таким, и в то же время он не должен быть таким, то есть, чтобы было совсем понятно, я вам приготовила две, две, два слайда, первый слайд, ну, наверное, тоже кто-то слышал эту историю, моряки какой-то промежуток времени, да, столкнулись с такой проблемой, у них не было раньше стыльняшек, они столкнулись с такой интересной проблемой, если моряк на мачту взбирается в ночное время, его просто-напросто не видно, или он может взбираться в дневное время, у него форма, как правило, если помните, по фильмам старым, то есть, они были белые, да, то есть, его тоже не видно, и как раз столкнулись с таким противоречием, то есть, нам нужна какая-то форма, которая бы была видна и ночью, и днем, то есть, по сути, противоречивый момент в том, что, если рубашка будет белая, тогда его не видно на белых парусах, если рубашка будет черная, да, его видно на белых парусах, но, тогда его не будет видно там в ночное время, слышали, да, может быть, оранжевый цвет, но оранжевый цвет тоже не совсем подходит, как оказалось, да, пробовали разные цвета, оранжевый, красный и так далее. И вот с помощью вот таких противоречий изобрели как раз ту самую тельняшку, то есть, и ночью, и днем оказывается независимо от цвета парусов, человека, если он забирается на мастер, его видно на фоне вот этих парусов, то есть, работа с противоречием помогла изобрести, да, новую форму одежды, по сути, получается. И вот еще вот такое противоречие, то есть, раньше у сковородок ручек не было. И противоречие было следующим образом сформулировано. Сковородка должна быть горячей, потому что в ней должна готовиться пища, там, не знаю, жарить блины, и сковородка не должна быть горячей, почему? Потому что я ее не могу убирать там с плиты, она меня обожжет. Вот вам третье домашнее задание, уважаемые коллеги, посмотрите вокруг себя и набросайте, ну, давайте, не менее десяти противоречий. Было бы тоже хорошо как-то потом почитать, посмотреть, да, правильно ли вы сформулировали. Я рекомендую формулировать противоречия, непосредственно ориентируясь на вашу организацию, на вашу непосредственно компанию, да, то есть, например, какое здесь может быть противоречие, человек должен работать в удаленке и в то же время он не должен работать в удаленке. Противоречия? Можно прямо сейчас пару противоречий набросать в чат, чтобы было понятно, да, хватили. Алло, слышно ли меня? Думаю, а, слышно, думаю. Уважаемка, хорошо, что вы думаете, это как раз к вопросу про растяжку мышления. Медицинское образование в условиях ЧАЭС, а как бы звучало противоречие? Должно быть образование или не должно быть образование? Вот смотрите, если говорить про заказ, то, скорее всего, противоречие звучало бы следующим образом. Покупать ли мне машину или не покупать ли мне машину? Нужна ли мне машина или не нужна? С одной стороны, мне нужна машина для того, чтобы доставлять заказ, с другой стороны, мне не нужна машина, потому что, ну, со временем она просто-напросто, как бы, я не занимаюсь доставкой. Здесь, вот видите, очень важно грамотно сформулировать, потому что про машину, ну, здесь очень простое решение, да, мы ищем, кто будет доставлять и все. То есть, люди должны обучаться face to face и люди не должны обучаться face to face. Вот, отлично, нож должен быть острым, чтобы резать, но не должен быть острым, чтобы не пораниться. Замечательно. Да, продавать ли машину сейчас, потому что я нуждаюсь там в деньгах, или не продавать машину сейчас, потому что я могу, допустим, через месяц выручить за нее больше. Угу. Ага. Да, замечательно, замечательно, коллеги. Открою вам военную тайну. На самом деле, в ТРИЗе есть 40 методов работы с противоречиями. по сути, когда мы формулируем противоречия, мы прям берем эту методологию, 40 вариантов работы с противоречием. Ну, я могу, что вам сделать, я могу, наверное, выслать ссылку, это, по-моему, в открытом доступе, есть эти механизмы, но у меня есть переживания, да, противоречия, да, сейчас там. Я могу выслать, но есть переживание мое про то, насколько оно там будет понятно, когда вы будете это противоречие решать. Я сейчас быстро нажму видеокамеру и покажу вам карточки. то есть смотрите, уважаемые коллеги, вот есть специальные вот такие карточки, называется 40 приемов работы с противоречием. Ну, у меня уже готовые карточки мы сделали, а я вам вышлю файл, он в открытом доступе, я здесь авторских прав, я думаю, не нарушу, которые помогают непосредственно работать с этими противоречиями. Зачем они нужны? Когда мы правильно сформулировали противоречия, с помощью вот этих механизмов, с помощью вот этого инструмента, мы находим выход из этого противоречия. по сути, мы находим вариант решения создавшейся ситуации. То есть, если выслать, посмотреть, да, да, и вот у меня следующий слайд, я не все сюда вместила, работа с противоречиями, совершенно случайно нашла, наткнулась в интернете, очень интересный такой момент, кстати, это делала наша студентка, которая в Триде, в команде, да, она вот писала вот эти противоречия, из дома выходить нельзя, но если нужно, то можно. То есть, маска не спасает, но ее носить нужно. Вирус живет там на поверхностях, но непонятно на каких, да. В принципе, когда мы грамотно сформулировали противоречия, нам замечательно, мы можем с этим дальше проработать и найти варианты решения. То есть, в Триде есть такие механизмы, методологии, которые прекрасно помогают работать с противоречиями. В Инстаграме много таких вариантов. Да, да, это все Тридовские инструменты, которые, видите, они не просто там про какие-то механизмы и так далее, а можно еще включать, знаете, немножко с юмором относиться к ситуации, что нас спасает. Кстати, юмор великолепно улучшает здоровье человека и иммунную систему. Ну, и спасибо большое за то, что вы были с нами, да, то есть, извините, пожалуйста, я не вместилась в час, как я не хотела. У меня всегда получается намного больше, чем час, даже я понимаю, что какие-то вещи я с удовольствием бы с вами разбирала более детально. Если есть вопросы, ссылка. Да, ссылка на что? Большое спасибо, но, в принципе, по времени мы ограничены только вашими возможностями, так что, если есть еще что добавить, мы с удовольствием послушаем. Благодарим, огромная благодарность за очень интересную лекцию, просьба выслать вот эти карточки, я всем участникам тоже разошлю. Здесь вот пишут, что плохое качество связи каждый день, извините, это зависит не от организаторов, у меня очень хорошее качество связи, это в большей степени у спикера есть связь, бывают проблемы. Да, смотрите, у нас действительно интернет иногда просто лежит и прямо вот переживания большие есть. Ну, да, и здесь кажется и не только у спикера, потому что это почему и не провели обучение дистанционно школьников, это все связано с возможностями нашего интернета. Я все это обработаю, вот эти шероховатости уберу, где прерывание, где отсутствовал звук и думаю, что получится более-менее цельный вебинар, цельный без перерывов, без срывов и все участники и не только участники, все зарегистрировавшиеся получат неплохой контент, также огромная благодарность еще раз и лично спикеру Ирине и вообще сотрудникам Алматинского университета менеджмента Алма-Ю за такую помощь. В пятницу как раз будет еще вебинар тоже запланирован как раз эффективные коммуникации для удаленной работы. Ну, это тем спасибо большое. Да, как вариант могу сказать, допустим, если будет там желание, возможности, ну, опять же, в демо-версии я могу более детально рассказать про дизайн мышления, потому что я поняла, как это инструмент и есть интерес, на что обращать внимание. и отдельно, допустим, рассказать про инерцию, более детально, как ее растягивать и снимать, потому что это очень важно, порешать какие задачи. Да, я буквально, Ирина, если вы вышлите мне файлы эти все, я постараюсь их присоединить для того, чтобы выслать участникам вебинара. Да, я сейчас найду и вам спрошу с тем, что не потратить противоречиво. А тебя да. Да. Хорошо, хорошо. Я переговорю, смотришь. Алло. Да, да, я здесь, я просто видео на всякий случай. Ага, Ирина, а вот здесь тоже спрашивают еще, можно ли дополнительно по вебинару вы сможете нам прочитать? Давайте запланируем, если есть возможность у вас на следующей неделе. какую тему бы вы хотели, скажите? Ну, вы говорили, вот, дизайн мышления, там, еще вот эти вот, которые можно... да, давайте мы сделаем следующим образом, графики состыкуем, потому что у меня есть некоторые обязательства, у меня есть две компании, кстати, которые сейчас находятся на месторождении, и я для них делаю такие вот активности онлайн. Давайте с вами переговорим. и пока... Хорошо, да, переговорим, это мы уже отдельно решим с вами. Спасибо всем, вебинар закончился, большое спасибо, до встречи в пятницу, и, надеюсь, еще у нас... Субтитры сделал DimaTorzok